Доброе время суток, друзья. Мнение на бой Данте Уалдер и Тайсон Фьюри. Бой уже не за горами. 1 декабря. Все прекрасно знаем об этом. Сначала бы я хотел на один вопрос ответить. Вежливо очень в комментариях задали. И высказали тоже свое мнение очень аккуратно. Написали то, что это когда я делал анализ боя, Бивол и Паскаль. Сказали то, что если был... Как правильно? Уж не помню, там написано. А, если Паскаль был таким неумехой, о котором вы говорите, то есть мне сказали, то он бы не был чемпионом. Друзья, прежде чем сравнивать что-то, кого-то, какие-то бои, вы посмотрите, сколько человеку лет и когда он был чемпионом, и с кем он дрался. Вот именно на сегодняшний день, в свои 36 лет, он неумеха. Вот сейчас именно в бою с Биволом. Это не только мое мнение. А и мнение многих, даже других специалистов. Вот в чем дело. Поэтому, когда вы говорите, человек там, вот он хороший был, боксер, 5-10 лет назад, я там не знаю сколько. Это не значит, что он в 90 лет будет таким же. И не нужно эту заслугу приписывать ему на сегодняшний день. Люди меняются в один день. Посмотрите, Ковалёва был великим и стал никаким. Сразу, мгновенно, после проигрыша. И что теперь ему? Сейчас его начнут все колотить. Более-менее хорошие, молодые бойцы. Разбивать его будут. И что теперь вы будете говорить? То, что, ну, не вы, а кто-то, вот допустим. То, что, ну, вот Ковалёву победили, значит, боец очень хороший. Но пусть бы этого же Ковалёва победили в то время, когда он был моложе, был энергичный, была лучше функционалка. Это второй вопрос. Так же, как и Роя Джонса. Когда он моложе, его никто не побеждал. Понимаете, в чем дело? Когда его начали все уже ронять, его избивать начали. Это не значит, что нужно делать акцент на это. И говорить то, что вот он же, Лебедев, допустим, вот он победил. Там, победил его. Понимаете? Ну, это же смешно и глупо, друзья. В каждом жизненном периоде есть свои моменты. Есть когда периоды, когда нужно заканчивать с боксом. Ну, а люди, видите, дальше боксируют. И я не понимаю, почему некоторые не понимают этого. То, что человек может быть хороший боксер. Тоже Тайсон, возьмите, посмотрите, великий боксер какой был. Он и сейчас есть, но как боксер я имею в виду. И посмотрите, как он падал, как его избивали в то время, когда он уже... Ну, прошло его время просто-напросто. Потому что его стиль, он подразумевает молодость. Боец должен быть молодой, энергичный, взрывной. Как только встал на ноги, постарел, все. Начали бить, начали этот Дуглас там практически никакой. Уронил его. Видите, в чем дело? Поэтому, прежде чем что-то писать, немножко нужно мазки включать и думать как-то, ребята. Паскаль 36 лет. Как вы можете, как можно его возвышать? С молодым 27-летним перспективным бойцом, мастером спорта международного класса по боксу. Конечно, он перебоксирует его на дистанции, потому что Паскаль никакой практически. Посмотрите, еще раз бой. Что он там может делать? Выбросить руку не может, елки-палки. Ну, что же вы такие, друзья мои? Так, дальше. Валтер Фьюри. Валтер Фьюри. Что я могу сказать по этому бою? Я считаю то, что если отбросить все подковерные игры, всякие закулисные, хотя у меня скрадывается что-то где-то глубоко под сознанием, что это все не зря вот этот бой. Потому что Фьюри, вот сами посмотрите, проведя два боя после такого простоя, после кокаина, и я не уверен, что он не принимает еще какие-то там допинги. Потому что сбросить вес очень трудно, друзья. Посмотрите, какой он был толстой свиньей и каким он стал. Есть кто-то жирный из вас, допустим? Просто попробуйте похудеть за такой короткий промежуток времени. Ни один спортзал вас, ни с одним спортзалом вот так не похудеете. Может, химию какую-то пичкает, еще что-то. Потому что он, видите, какой стал худой. И в бою, вот, и Сефери, и Пьянета, посмотрите, два боя вообще с мешками, с бойцами никакими. Он их не мог удосрочить. Многие сейчас опять начнут говорить то, что... То, что Фьюри хотел провести, продышаться хотел, еще что-то там сделать. Все это не то. Посмотрите моменты, когда Фьюри вкладывался в серию ударов, хотел нокаутировать этого Сефери там или Пьянету. И у него ничего не получалось. Вот эти подходы, отходы соперника с Валдером, это ничего не проканает. Никогда он к нему не подойдет. Как он подойдет к нему через этот пушечный выстрел, я не представляю. И на сегодняшний день я не даю ни одного шанса, если и повторюсь, то, что там что-то... Ну, как бы, может, договорное что-то, может, подкупленное, может, хотят развести нас народ. Вот, на что-то. С Валдером же мало кто соглашается драться, друзья. Вот только Ортис один молодец, смелый, в принципе. Но он уже проиграл. Хотя, не спорю, бой бы был интересный с Валдером. И, видите, тут раз и сразу согласился. По какой причине, никто не знает, друзья. Ему хотя бы, конечно, пройти какого-нибудь такама хотя бы, я не знаю, там, того же Чесору. Ну, просто попробовать. Того же Саню Поветкина. Просто бы, правильно? А то, видите, Сефери, Пьянета, и сразу Валдер. Может, я осмелюсь предположить, может, там будет такой договорняк, то, что выиграть должен, допустим, Валдер по очкам. То есть скажут, что ты не пей его, пусть он все раунды проведет, чтобы все-таки на него люди идут, на Фьюри, правильно? Чтобы потом дальше он мог как-то боксировать еще, и на нем можно зарабатывать деньги. Там не убивая его сразу в третьем раунде или четвертом. Потому что там вот эта вся техника, она против Валдера не проканает. Есть такие бойцы, ребята, против которых не нужно быть технарем бокса. Валдер это понял. Понимаете? И вот сейчас Фьюри еще взял вот этого тренера, не нужно вас абсолютно, который по Киау. Фредди Роуч по Киау он тренировал, помните, прекрасно. Вот этот стиль вообще ему не подходит. Он Лебедев у нашего научил прыгать в бою с Муратом Гасси. Он допрыгался вот с таким лицом синим ушел. Помните, прекрасно. Это все, это стиль прошлого. Сейчас люди умнее стали и делают в боксе то, что необходимо, чтобы выиграть. Не нужно скакать, не нужно заходить куда-то за соперника. Делать еще что-то, прыгать. Но если соперник позволяет, ради бога, ну, около Валдера что прыгать? Вот он сейчас будет ходить около него. Раунд, два, три. Вот эти легкие выбросы делать. Что они могут Валдеру, какой ущерб причинить? Я ума не приложу, ребята. Он просто будет, у Валдера вот удар Фьюри бросает и Валдер бросает. Удар Фьюри, я не думаю, что он что-то там с Валдером сотворит. А удар Валдера, конечно, нанесет ощутимый ущерб. Потому что по Фьюри и пенета попадал, и Сефери этот попадал. А Валдер что, не попадет, что ли? Он будет вот так вот стоять, ну, что-то как-то подходить, может теснить. А Фьюри будет скакать, как сытая бабочка около него. И будет скакать, пока не встанет. А по 12 раундов он не проскачет, потому что все равно будет что-то там, какие-то движения, какие-то размены. Это если будет бой, бокс настоящий, я имею в виду. Поэтому, друзья, я ни одного шанса Фьюри не даю. Человек, который пропустил столько, он и раньше мне не нравился своим стилем. Но как-то, видите, он побеждал за счет своих габаритов. Посмотрите, он такой большой, просто большой боксер. И вот за счет, он мешает боксировать другим. Как бы мешает боксировать, и в этой суматохе что-то попадает там, и за счет этого как-то выигрывает бой. Вот даже с Кличко, посмотрите, самый скучный бой в истории бокса. Посмотрите, какой он неинтересный. Посмотрите, сколько там мало ударов выброшено. И Кличко проиграл, потому что у него никогда не было таких высоких бойцов. Его стиль, вот эта любительская манера на дальней дистанции, он позволяет работать только с маленькими бойцами. То есть бойцу нужно подпрыгнуть, отпрыгнуть, куда-то уйти. А Кличко не надо много движения. У него же длиннющие руки. Он вот на джебе держит, держит, натыкивает. Он не старается нокаутировать соперника. Он вот если натыкивает, 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 посмотрите, он даже по ветке не нокаутирует. Там как получится. Получится, если уже тот, вот этот прыгунок, меньше который рос, он уже устал, уже все. Сам от себя устал. Тогда он, да, дорабатывает его, безусловно, там эти удары. И то не нокаутом, там, может, а судьи останавливают бой. Видите как? А Пайсон Фьюри руки длинней. Как он его будет джебом, джебом даже доставать? То есть ему нужно делать то, что делали бойцы, которые боксировали с Кличко до этого. Тоже подпрыгивать, отпрыгивать. К чему Кличко, конечно, не готовит. И вот за счет этого он проиграл. И опять как проиграл на тоненького, правильно? Кто-то, кому больше задел, чиркнул, там. Ну, Фьюри там один раз попал, блин. Короче, вот поэтому он выиграл. А так, ну, за что его прям ценить так? Превозносить этого Тайсона Фьюри? Вот сейчас будет, да, нокаутер. Сейчас нормальный боец, который и руки длинные, и длиннее, чем у Кличко. Руки, и ростом он, по-моему, выше, чем с Кличко. Там он почти как Фьюри, правильно? И Фьюри уже, чтобы, допустим, выбросить удар, ему уже нужно ноги включать, чтобы как-то отходить, отбегать, потому что тоже рука длинная перед тобой. И еще тянет он ее, как у Алвера, видите? Там вот эти подходы, как с пьянетой, они не прокатят. Там пьянета стоит около канатов, и так зайдет к нему, и так зайдет к нему, там что-то показывает. Это ни хера ничего не прокатит. Только на расстоянии удара подошел все. Вот эта техника у Алвера, он даже открытый, видите? Открытый, потому что до него трудно достать. Ему не надо руки там держать, его блок, не нужно идти на соперника, чтобы сблизиться. Потому что зачем ему сближаться, когда сопернику надо учить подход к Алверу поближе. был глачок, потому что есть шанс пропустить удар. С уходом в сторону что-то. А Алверу ничего не надо. Он так и с Фьюри будет. Будет стоять ее тоже джебом, джебом. Вот эти удары от Фьюри пропустит. Он там один, два, три. Ну и ничего страшного. Шанс по очкам выиграть. Ну какой там шанс? Неужели Валдер дурак? Неужели он не понимает, если он будет как-то по очкам проигрывать, он просто прибавит натиск, прессинг какой-то. И я думаю, вот эта туша, вот эта Фьюри, все равно он будет вставать где-то у канатов когда-то. Пытаться как-то бороться с Валдером там. Но Валдер все крепкий, жилистый боец. Пусть даже и Фьюри моложе, но он рыхлый. Поэтому, ребята, конечно, здесь, я думаю, будет только нокаут, если не будет какого-то договорняка. Потому что что-то странное, ребята, взяли их и мгновенно сразу свели. Вот в чем проблема-то. Единственная проблема. А так это не соперник Валдера. Со своими вот этими укусами комарами. И попрыгунчик еще тренера какого взял. Это вообще без головы человек. Такая туша будет сейчас прыгать, танцевать, чесаться, как обезьяна, почесываться, ударить, чешаться, что-то как шелудивый. Но все равно интересно, ребята. Безусловно, интересно. Я, допустим, если за кого я болеть буду, ну, конечно, я буду за Валдера болеть. Ну, что за... Ну, Фьюри такие боксеры, они... Они мне не нравятся. Поэтому, ну, что я за ним буду болеть, друзья? Хотя он и слаб же, и по... Вы знаете, по... По тому, как я отношусь к боксу, и я обычно болею за слабых. Но здесь тот боец, который слаб же, он просто в массу будет вести, будут нести вот эту херню безударную, как вот брат его, посмотрите, Хьюи-Фьюи. Тоже тот же самый стиль. Посмотрите, какие убогие бои. И что такие боксеры сейчас будут плодиться? Ну, что нам интересно будет эти бои смотреть? Правильно? Вот в чем дело. Так, ну, вот такое мнение на бой я, друзья, выразил по вашей просьбе. И сейчас сплетни с вами пособираем, боксерские немножко. Если вы не против, потому что третий ролик сегодня уже. И поэтому, как бы, завершающий. Вот, Дмитрий Кудряшов. Не впечатлило выступление Бивола в бою с Паскалем. Можно сказать, да кто бы говорил. В принципе, кто-то сейчас, я знаю, из вас скажет. Из некоторых. Но, как ни странно, видите, Кудряшов не ошибается. Не ошибается и понимает, что нужно этого бойца, этого уровня нокаутировать. По мнению 33-летнего Кувалды, этот бой не получился зрелищным из-за того, друзья, что Бивол... Бивол... Так, 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 так. Из-за того, что Бивол действовал слишком прагматично. Но я одним словом скажу, я уже говорил, не буду я Кудряшову, ребята, цитировать. И... То, что много выбросов и легкие удары, вот эти, они, конечно, сделали бой, каким бы сделали. Вот это дистанционная только работа. Но, ну, да, допустим, некоторые скажут, а зачем с таким боком в ближнюю входить? Но он же вошел в ближнюю, помните, когда блок держал? Почему он не работает на ближней дистанции? Или хотя бы работаешь на дальней дистанции, не пей по пять ударов, сделай два, но таких ударов жестко, что вкладывайся в удар. Потому что будут дальше бойцы, возможно, сложнее. Хотя там, видите, Баду Джек, что ли? Ну, он, Баду Джек, тоже не бьющий боец. Бибола вообще правильно ведут, друзья. По той причине, то, что бои, в принципе, проходные. Вот сколько боев было, и все знали, что он эти бои заберет. Не ставят его против таких, вот, как Смит. Ну, Смит, видите, в принципе, сам как бы, да, перешел к Бетербееву. Это там что-то с Бетербеевым не получилось. Ну, Смит хотел, наверное, жесткого нокаутера. А, видите, получилось так, что Бетербеев отказался. Денис Леведев примет решение о продолжении карьеры по возвращению в Россию. Он еще, видите, хочет, он, наверное, понял, что немножко что-то у него плоховато. Ну, делает такой вид, что он там герой победил такого бойца. И, по мнению Корнилова, заокеанский боксер стал достойным соперником. Вы представляете, что вот эти Корниловы, что пишут и говорят. Любой соперник на таком уровне это большой профессионал. Я в шоке, друзья. Тридцати девяти... Так, ему тридцати девять лет, это... Лебедеву, а Уилсон намного моложе. Это оставило определенный отпечаток. По резолюции WBA в марте Лебедев должен встретиться с Усиком, но пока рано об этом говорить, сказал Корнилов. Видите, Корнилов еще хочет, чтобы Дениска встретился с Усиком. Так, Дмитрий Бивол хочет провести свой следующий бой в марте девятнадцатого года. Такие слухи ходят, что, друзья, Баду Джек, как бы... Ну, Баду Джек есть шанс, конечно, выиграть у Бивола. Биволу, Дмитрию, есть шанс выиграть, конечно, бой у Баду Джека. Так как он все-таки не нокаутер, и боец, в принципе, без прессинга, и переиграть Диме можно его, безусловно. Дальше, что тут у нас новенького? Дмитрий Бивол не расстроен, что не смог нокаутировать Жанна Паскаля. Видите, разговоры все равно ходят об этом. Нокаутировал, не нокаутировал. Значит, многие склоняются к тому мнению, что должен нокаутировать, и сам он к этому склонялся. И беда в том, что вот именно Дмитрий не расстроен этому. Он должен сказать, я расстроен, что не нокаутировал такого стоячего бойца, который не делал ничего в ринге. Я должен был нокаутировать. Я буду над этим работать, над этой ошибкой. Знаю, почему это, предполагаю, почему так получилось. Вот это было бы честно по отношению к нам и к себе. И тогда бы мы надеялись, что с сильными бойцами, их еще не было, да, они чемпионы, но им по 36 лет, их уже все били сто раз, блин. И посмотрите, какие они. Ну, вообще никакие, в принципе. Да, раньше, может, они когда были чемпионами, конечно, они были другими, там, серии какие-то, ну, не то, что серии, а дрались. А это вообще делает один наскок прыжок видимый. Да, быстрый, но это быстрый для человека, который не занимался боксом. А кто-то занимался, ну, что это за наскок, его видно, вот я вижу его. Умар Кремлев верит в победу Денису Лебедеву над Александром Усиком. Ну, обзывать я не хочу, друзья, Кремлевы, потому что, просто, если человек не разбирается в боксе, то, ну, зачем его оскорблять, правильно? если бой этот будет, потом, интересно, что Кремлев после этого скажет. Так, ну, тут Бивол готов к любым боям, это все готовы. Менеджер Уалдера указывает на нежелание Джошуа драться, ну, потому что Джошуа опасно с Уалдером драться, и он, конечно, не хочет свой нолик потерять. И я, я Джошуа, друзья, конечно, понимаю. Он такой слащавый британец ему. Но когда-то все равно будет этот бой. Когда-то он будет. Так, что тут у нас новенького? А, вот Джошуа, видите, сразу же до этого такая новость, что Джошуа ждет победы Уалдера над Фьюри. Над Фьюри. Значит, ждет, значит, он, наверное, ну, кто что пишет, видите, вот это, они называются сплетни боксерские. Кто пишет, что он не хочет драться, и тут сразу же пишут, то, что Джошуа ждет победу Валдера над Фьюри. Я так понял, чтобы, ну, подраться. Денис Лебедев, все идет к тому, что мы договоримся с Александром Усиком о поединке. Ерод открыл, орет, блин. Эх, бляха, муха. Вот так вот. Счастье, блин. Ну, там, конечно, Лебедев будет нокаутирован, безусловно. Забьют его бедолазу. Дальше. Ну, здесь Лебедева хвалят то, что он уверенно победил Майка Уильсона. Ну, промолчу, ребята, без комментариев. Хантер нокаутировал Усика, это мы прекрасно уже знаем. Яфай досрочно Гонсалеса Исраэля победил. Но это тоже пока, ребята, мало кому интересно. А, Энтони Джошуа поединки против Усика. Это будет битва за наследие. За какое наследие, мне интересно? За какое наследие? Сейчас нужно Усику рано еще на Джошуа. Очень быстро Джошуа хочет выдернуть Усика. Усику нужно еще хотя бы с одним суперчажем с настоящим подраться. Не как с этим. С белью. Все-таки он будет, ну, видите, рыхлый такой первый тяжелый вес. Ему надо с таким уже закоренелым, таким такой как Ортист еще. Ну, к примеру, ребят. даже пусть тот же Такам или тот же Чесора, что вот именно такие грузные с хорошим ударом, с настоящим. Тогда да. А сейчас, конечно, ну, куда ему до Джошуа? Далековато пока. Ну, и здесь некоторые такие мини-новости. Может, кого-то заинтересует. Даниэр Елеусинов победил досрочно Маджуцу. Не знаю, что это за Маджуцу. Браун нокаутировал пати в пятом раунде. Ну, Брауна прекрасно все помните. Уайт его забил насмерть. Жан Паскаль не сомневается в победе Альвареса над Ковалевым в матче реванша. Но это уже, ребята, нам неинтересны. Эти мнения. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на Боевую провинцию. В Телеграме и чат Боевая провинция тоже обязательно. В Телеграме свежие новости постоянно. Ролики мои также. И в чате можно что-то с ребятами поспорить, обсудить. Все, удачи, друзья.